привет сегодня мы поговорим про постановку целей на стоках в принципе на стоках как и в любом другом деле очень важно ставить цели для того чтобы чего-то хотя бы добиться потому что если у вас не будет конкретных целей то вы будете просто плыть по течению и ваш доход будет постепенно увеличиваться конечно но вы не сможете четко анализировать свою работу и ее улучшать поэтому в стоках тоже важна постановка целей сегодня мы побеседуем про постановку целей по системе smart это вы можете применять не только в стоковом планировании но и в жизни первое эта цель должна быть конкретной второе цель должна быть измеримой третья цель должна быть достижимой четвертая цель должна быть значимой и 5 цель должна быть ограничена во времени то есть цель по smart должна быть поставлена очень очень конкретно это увеличивает вероятность ее достижения Вы должны заранее определить результат, к которому хотите прийти в итоге. Цель должна быть измеримой, то есть на этапе постановки цели нужно установить критерии для ее измерения. Например, вы хотите за год набрать 5000 иллюстраций в вашем стоковом портфолио, то есть у вас есть конкретная цель, это 5000 иллюстраций, и измерение здесь это количество, и плюс у вас установлен конкретный срок, это год. Также цель должна быть реальной, то есть вы должны понимать, что если вы хорошенько поработаете, то вы сможете достигнуть своей цели. Реалистичность выполнения цели очень сильно влияет на мотивацию, то есть если в процессе вы понимаете, что вам будет очень сложно, вернее даже невозможно достичь поставленной цели, то у вас просто пропадет мотивация, и вы перестанете работать. Поэтому очень трезво нужно заранее оценить пункт, из которого вы выдвигаетесь, то есть из начальной точки. Если у вас совершенно нет времени, и вы можете посвящать стокам, там, не знаю, 1 час в неделю, то, конечно, цель 5000 иллюстраций за год будет совершенно невыполнима. С другой стороны, вы, конечно, можете подвинуть, да, какие-то свои другие дела, освободить время, и у вас появится дополнительное время на эти иллюстрации, тогда уже другое дело. Важно, чтобы цель, которую вы ставите, была значимой, иначе не будет стимула ее добиваться. Заранее продумайте и пропишите все выгоды, которые вам даст выполнение вашей поставленной цели. Иногда бывает, наступает момент, когда нет сил двигаться дальше, и конкретно тогда вам поможет этот список. Вы просто его перечитайте, и снова появится мотивация для работы. Ну и, как я уже сказала, цель по смарт должна быть ограничена во времени, поэтому заранее определите сроки ее исполнения, и постоянно сверяйте свои промежуточные результаты. То есть, если вы поставили себе год, то вы можете разбить его там на месяц, или даже по неделям, и каждую неделю или каждый месяц сверяться с достигнутыми результатами. Это также поможет поддерживать мотивацию в достижении цели. Это основы постановки целей, но нужно понимать, что работать необходимо постепенно. То есть, если вы весь год ничего не делали, взять в декабре и нарисовать 5000 иллюстраций, думаю, будет сложновато. Поэтому разбейте это число, да, там на весь год, учтите какие-то непредвиденные обстоятельства, когда вы, возможно, там будете месяц с ней работать, и достигайте своей цели постепенно, там по несколько иллюстраций в день. Пишите в комментариях, какие цели на стоках вы поставили для себя на 2021 год. Будет интересно почитать. Если кому-то смогу помочь, подскажу в комментариях, как вам лучше будет поступить, чтобы достичь вашей цели стоковой быстрее. И напишите, пожалуйста, в комментариях, ставите ли вы цели какие-то в жизни, или только сейчас задумались вообще о том, что это нужно делать, и о том, что это помогает добиваться больших результатов. Надеюсь, было полезно и интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и надеюсь, вам понравился мой новый фон. Еще его доработаю. До новых встреч!